У Невиномыска теперь есть свой герой, причем в качестве главы города. Бывший руководитель администрации Михайловска, герой России Михаил Мининков накануне занял новый пост и стал градоначальником в городе Химиков. Как проходило назначение и какие напутствия дали управленцу, сюжет Анастасии Ивановской. Четыре человека на одно кресло. Такой конкурс ожидал претендентов на должность главы города Невиномыска. Кандидатов протестировали на знание закона и провели индивидуальное собеседование. Конкурсанты рассказали комиссии о своей программе развития территории. Почти 79 баллов и первое место оказалось у героя России, экс-главы администрации Михайловска Михаила Мининкова. Мне кажется, он уловил очень правильную тональность невиномысцев. Я думаю, вы меня поддержите. Вот рабочая интеллигенция, термин возвращается в невиномыск. То есть мы должны продолжить то, что мы начали вместе с Василием Павловичем, возрождать эту традицию в городе Невиномыске. Того, что здесь живут не просто рабочие люди, которые обеспечивают промышленный потенциал Ставропольского края. За кандидатуру Мининкова депутаты городской думы проголосовали единогласно. Программа нового главы рассчитана в первую очередь на пополнение невиномыского бюджета. Мининков планирует диверсифицировать, то есть разнообразить экономику. Он видит новые точки роста для города и развитие тех отраслей, в которых промышленная столица региона раньше не могла похвастаться прочными позициями. И такой опыт у героя России есть. За три года руководящей должности в Михайловске он выстроил взаимодействие с налоговыми органами так, что доходная часть бюджета выросла в разы. Начнем с малого, а перейдем уже потом к макроэкономике. Я четко уверен, те налоговые и неналоговые доходы, которые сегодня поступают в наш бюджет, они могут быть больше. Я проанализировал полностью всю экономическую ситуацию за последние три недели. Я уверен, потенциал огромный. Ранее невиномыском руководил Василий Шестак. В качестве главы администрации города в результате муниципальной реформы эта должность была устранена. И вот пожелания успешной работы звучат уже в адрес нового городоначальника Михаила Мининкова. Взаимодействие как законодательной власти, так и исполнительной власти. В наших отношениях мы будем строить с администрацией, желательно, чтобы строить на законности, на прозрачности, на взаимной корректности. Депутаты готовы сотрудничать с исполнительной властью. Хочу сегодня пожелать полного взаимодействия как с депутатским корпусом города Никономыска, так непосредственно и с органами общественности и так далее, и даже горожанами. Только полное взаимопонимание даст возможность вам достичь решения тех целей и задач, которые сегодня ставит перед нами губернатор Старопольского края. Михаил Мининков, который сегодня является единороссом, который сегодня является героем России, государственником по мозгам, который сам был депутатом, сам был главой города, как никто другой подходит сегодня для Невиномыска. Но у меня есть большая просьба ко всем жителям города. Не считайте, что власти обязаны вам делать все. Помогайте власть, заставляйте ее слышать вас, предлагайте пути решения. Новому мэру 39 лет. Мининков окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он подполковник запаса. В 2000 году ему присвоено звание Героя России. Невиномысцы и не только возлагают на Михаила Мининкова большие надежды. Впереди у него много непростой и ответственной работы. Анастасия Ивановская, Ставропольское телевидение.